Подведены итоги хакатона, проходившего 13 и 14 мая на площадке IT-лицея КФУ. Участие приняли ученики с 7 по 11 классы. Все подробности далее. Хакатон, или по-другому марафон IT-специалистов, предполагает разработку программы за определенный срок. Так, учащиеся IT-лицеи разрабатывали микросервис для одного из культурных объектов Казани, а задания были составлены Министерством культуры Республики Татарстан. Сейчас у нас достаточно активно развивается цифровая индустрия, цифровая экономика, и все отрасли социальной сферы, они также цифровизируются в этой части. И в этом плане культура не стала исключением. Мы рассматриваем различного рода IT-приложения, как в текущей работе Министерства, так и в работе наших учреждений. Опять же, чтобы это было удобно, понятно, просто. И самое главное, чтобы был отклик и была обратная связь от наших жителей. Ребята разрабатывали сервисы для таких казанских театров, как ТЮЗ, Театр имени Гляска Ракамала и Театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля. Хакатан подозревает не только решение задач, но и тоже он помогает развивать такие науки, как критическое мышление. В течение 24 часов ребята выполняли задания, где необходимо было создать либо сайт, либо приложение, либо какой-то чат-бот, который помогал бы жителям нашей республики заказывать билеты на спектакли, узнавать последние новости. И с помощью умных помощников они помогли подсказывать им, на какие мероприятия стоит приходить. По итогам Хакатона лучшей была признана команда Амогус, которая реализовала интерфейсы для казанского ТЮЗа в Телеграме, ВКонтакте и приложении театра. У них был только сайт и как бы не хватало, чтобы еще из других мест нужно было заказать билеты и ознакомиться с афишей. У нас все происходило, так сказать, асинхронно. Никто ни от кого не зависел, никто не мог никого подвести. Все взяли задачу, в которой они разбирались лучше всего и выполнили ее на максимум. Из-за этого, я считаю, мы и победили. Отметим, что за первое место команда Амогус получила 50 тысяч рублей. Денежные призы получили и призеры. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.